Друзья, добрый день! Я хочу сказать вам, что мы сегодня вещаем не совсем в привычном для вас режиме. Артем Валерьевич будет отвечать на вопросы наших читателей, но плюс к этому в нашем зале сегодня находятся уважаемые нами коллеги-журналисты, поэтому у них тоже есть право задавать свои вопросы. Поэтому обращаюсь к вам, уважаемые журналисты, готовьте свои вопросы, мы обязательно дадим вам слово. Артем Валерьевич, мне хотелось бы начать с такого общего вопроса. Скажите, пожалуйста, как информационные технологии в ближайшее время изменят облик столичного здравоохранения? Ну, если отвечать коротко, то кардинально. Дело в том, что сама программа модернизации здравоохранения, или там столичная программа, столичное здравоохранение рассчитанная, долгосрочная городская программа, которая имеет финансирование более триллиона рублей, в принципе зиждется на информации, на информации о пациенте, на информации о заболеваниях, на информации о доступных тех и их ресурсах. Поэтому информационные технологии в данном случае будут являться некоторым фундаментом, пускай они не такие значительные с точки зрения денежных средств, которые будут вливаться по отношению к этому триллиону, но вместе с тем с помощью информационных технологий будет модернизирована, собственно говоря, вся система здравоохранения. Еще раз говорю, первое, от простого мониторинга записи пациента, то есть когда пациенту у нас может записаться к врачу, неважно, в поликлинике или в больнице, а заканчивая тем, что появляется непосредственно электронная карта больного, которая будет иметь доступ соответствующей гуру медицины, которые смогут в удаленном режиме помогать с анамнезом. Скажите, прозвучала от вас фраза «долгосрочная программа». Вот хотелось бы по срокам узнать, конкретно сколько лет рассчитывать. До 16-го года. До 16-го года. То есть это программа «Информационный город»? Есть информационный город, есть программа «Столичное здравоохранение». Это две программы. Просто все, что касается информационных технологий, находится в рамках программы непосредственно «Информационный город». Скажите, пожалуйста, мне, как обычному человеку, как человеку, который входит в больницу, в поликлинике нашей, вот помимо того, что я смогу записываться, как я поняла, через интернет к врачу, что еще будет? Помимо того, что будет вестись Макарчика, хотелось бы больше деталей. Мы говорим совсем о конечном фазе модернизации, да? Или мы говорим о том, что… Так, к чему мы идем, мы говорим об этом. Если мы идем, то начнем с самого начала, в том, что, конечно, желательно промониторить состояние пациента до или вообще любого человека, до того, как он пошел в поликлинику, в больницу. Но это мы поговорим о, в принципе, культуре диспансеризации, что-то с этим связано. Давайте, раз уж мы начали с похода в поликлинику, то действительно у вас будет возможность записаться тремя видами связи. То есть это либо по телефону, либо через интернет, либо через непосредственно инфомат, который расположен либо в самой поликлинике, либо в иных местах в городе, местах массового скопления. Инфомат – это… Это примерно то же самое, что банкомат, только разве что наличные не выдает. Он выдает вместо него бумажку, с помощью которой вы все регистрируете, чтобы вы записались к врачу. Значит, мы, соответственно, ваш врач узнает о том, что вы к нему придете, естественно, заранее. За день или за какое-то время до прихода вам напомнят звонком по телефону или смс о том, что у вас сегодня прием, не забудьте посетить врача в том или ином заведении. Дальше вы приходите непосредственно к врачу, и вы приходите на руках с картой. Мы предполагаем, что это будет универсальная электронная карта, которая в себе содержит полис обязательного медицинского страхования, который вы прикладываете к считывателю. И с другой стороны, врач прикладывает свою карту лечащего врача и открывается ваша медицинская карта. Соответственно, он может проводить определенные транзакции с вашей картой. То есть, выписывать вплоть от выписывания рецепта, который точно так же формируется в электронном виде, заканчивая непосредственно тем, что просто ознакомиться с историей болезни. То есть, направление, с коллегами, по-моему, вчера это обсуждали, как раз в том, что одной из целей задач этой программы – это забыть о специальной каллиграфии, которая есть у медработников. Это когда мы говорим, что понять ее могут только медработники. Поэтому мы, собственно говоря, дальше. Соответственно, врач выписал какие-то вам лекарства с помощью воспользоваться электронным рецептом. Если вы льготник, информация об этом рецепте льготном поступает в аптечную сеть, которая имеет право распространять соответствующие льготные лекарства, и они смогут переподтвердить его на своем терминале. Точно так же, если вдруг врач понял, что вам нужно посетить другого специалиста, он вас в режиме онлайн записывает с другим специалистом, к другому специалисту более узкого профиля. Что происходит дальше? Вы, собственно говоря, можете в аптечном киоске купить непосредственно уже лекарственные средства, то есть пуститься вниз, и там уже известно, что вниз или где-то в другом аптеке, который знает о вашем рецепте. Что происходит дальше? Дальше, предположим, вы пошли не просто в поликлинику, вы сделали какую-то томограмму или любой снимок рентгеновский, предположим. Сейчас, как вы знаете, в рамках программы модернизации город и страна вкладывают достаточно большие средства в дорогостоящую технику по компьютерные томографы различные, которые делают огромное количество срезов. Одна из проблем, которая стоит сейчас, она связана с тем, что техники-то есть теперь, а вот кто ее поймет и умеет ней пользоваться, и уж тем более правильно распознавать снимки, их не такое большое количество людей, профессионалов. Их там десятки. Отсюда есть необходимость создать так называемую систему второго мнения или экспертного мнения. То есть, когда снимок делают в одном месте, доставляются в центр компетенции и делают на него экспертное заключение вторичное. Соответственно, предположим, мы с вами попали с более сложным случаем в поликлинику или в больницу, и нам сделали снимок, и сделали описание этого снимка. Вы сможете иметь право попросить и получить второе мнение на этот снимок. Это будет делаться удаленно. Никуда не надо будет брать снимок, ехать куда-то далеко. Это все делается в удаленном. С помощью, собственно говоря, информационно-коммуникационных технологий. То есть, он автоматически поступает в этот центр, где расшифровщик смотрит, дает описание и возвращает. Ну и так далее и тому подобное. То есть, если говорить дальше, что может произойти, точно так же направление на анализы. Мы постоянно с вами сталкиваемся с тем, что есть два варианта. Вызвать себе врача на дом и снять анализы крови или какие-то еще на дому, чтобы не идти в поликлинику. И, как правило, сейчас это оказывают коммерческие компания, касаются услуги. И они вам готовы присылать это по e-mail. Они уже готовы присылать по e-mail. Но врач в нашей поликлинике не всегда готов их принять, потому что это ищет информацию. Поэтому в рамках программы модернизации и именно информатизации здравоохранения одна из задачей стоит это, в том числе и общение с внешним миром, возможность получения вот этой рецептуры и этих анализов со сторонних коммерческих организаций в том числе. Но я правильно понимаю, что возможность различными способами записаться на прием к врачу поможет каким-то образом разгрузить наши поликлиники и избежать тех самых очередей, которые так сильно всех достают? Ну, смотрите, во-первых, здесь есть несколько задач. Это, как медики говорят, сложно сочетанная травма у нас с точки зрения поликлиники. Значит, не буду скрывать, что мы во многом слепы сейчас с точки зрения понимания, где у нас узкие места. То есть мы, да, мы действительно понимаем, что у нас очереди в поликлиниках. Но если вы сейчас спросите меня, в какую именно, какому врачу и в какую периодичность, я вряд ли вам это скажу, как вряд ли это скажет вам в режиме онлайн сотрудник Департамента здравоохранения. Да, с некоторой задержкой, естественно, эта статистика каким-то образом в бумажном виде собирается. Так вот, первая задача, которая стоит с точки зрения, это даже не совсем запись на прием к врачу, это проект называется управление потоком пациентов. Первая задача – это прозреть, увидеть, собственно говоря, как выглядит в режиме онлайн наша поликлиническая сеть, в которой около 350 поликлиник и порядка 22 тысяч врачей, чтобы вы просто понимали. И, соответственно, это достаточно большая армия. Мы должны понимать, в какой поликлинике, где какой врач пользуется большим спросом, где больше всего очереди. Вторая задача – это грамотно распределить эти ресурсы. Потому что это управление не только ресурсами, связанными с врачем, с записью врачом, это записи на анализы, в том числе и к рентгеновской технике, и дорогостоящей томографической технике. Задача сделать так с помощью этой системы, чтобы можно было обеспечить максимально эффективное использование дорогостоящей техники, чтобы она работала 24 часа в сутки. Ну, то есть, если это 24, если это больница, если поликлиника, все время с 8 до 8 пока работают поликлиниками. Поэтому второе – это максимальная загрузка ресурсов, которые мы сейчас имеем. Третье – это задача, которая есть, это действительно оптимизация ресурсов, чтобы в конечном итоге убрать эту очередь. Да, действительно убрать ее в очередь или просто распределить каким-то образом. Сказать, что после введения электронной очереди и она исчезнет? Нет, это не так. Это, еще раз, позволит нам получить управленческую информацию, к которой мы быстро попытаемся дальше принять уже управленческие решения, где нанять дополнительных врачей или где расширить размер поликлиники, потому что, может быть, где-то поменять ту или иную управленческую команду. Но это, конечно, принимать нам. Мы поставщики информации, то есть мы только делаем инфраструктуру, решать, естественно, Леониду Михайловичу, Печатникову, вместе со всеми департаментами здравоохранения. То есть мы пока формируем только основы для них. Артем Валерьевич, Вы мне можете сказать, с какими основными проблемами Вы столкнетесь в процессе реализации программы? Я понимаю, что, может быть, эфира нам здесь не хватит, но так вот, такие болевые точки обозначить. Их много. Первое, это ментальная составляющая. Дело в том, что к ней, к этой информатизации зачастую не готов ни главный врач, ни врачи, ни пациенты, что парадоксально. Поэтому преодолеть этот такой барьер, это проблема номер один. Причем каждый по-своему не хочет или почему-то. Но второе, это определенный уровень, наверное, ликвидации некоторой безграмотности. С точки зрения информационных технологий звучит немножко грубо, но имеется в виду, это уровень владения коммуникационными технологиями, компьютером, умением печатать. Понятно, что человек, который привык... То есть мы сейчас, слава богу, пока еще электронную карту не ввели, имеется в виду, сразу не столкнулись бы с такой резким противостоянием, но мы уже заведомо прогнозируем, что у нас будут проблемы, связанные с тем, чтобы заполнить карту, когда врач заполняет, пишет ее от руки или медсестра. Она это делает быстрее. То есть нам надо, когда печатаешь, да, это аккуратнее, это могут прочитать все, но это дольше. Поэтому стоит задача просто от наработки базовых науков умения печатать, заканчивая тем, чтобы человек не боялся компьютера. Третья составляющая в том, что связана с тем, что это работа с информационными технологиями, это работа с персональными данными, это наличие электронных цифровых подписей, которые нельзя терять, нельзя забывать, нельзя передавать. Потому что это доступ к закрытой информации, отсюда, несмотря на то, что она не соединена с интернетом, она находится в закрытой медицинской сети. Тем не менее, определенная культура и понимание работы с персональными данными должно быть. Поэтому ментальность, уровень, скажем так, владения техникой, это, пожалуй, наши основные проблемы, которые есть. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, в некоторых больницах еще вы планируете ввести Wi-Fi, чтобы могли им пользоваться те, кто находится в больницах. Вот хотелось об этом узнать, насколько получается реализовать этот проект. Значит, мы пока пилотируем Wi-Fi в больнице. В одной, да? Да, это Филатовская больница. Мы пилотируем по той простой причине, ну, нас очень многие обвиняют в том, что мы зачем-то пилотируем, тратим на это время, усилия. На самом деле, пилот нужен для того, чтобы понять, насколько действительно та или иная вещь востребована. Как это ни парадоксально, когда мы запускали, мы думали, что это будет востребованным, при том, что это Wi-Fi является бесплатным. Теперь мы получили некоторое такое тройственное мнение. Мнение разделилось 50 на 50. И сказать о том, что Wi-Fi нужен, мы по сей день не можем, потому что есть как ярые сторонники, так и ярые противники. Их примерно равное число. Причем самое интересное, что во всех трех инстанциях, а именно среди работников поликлиники, я думаю, больницы, прошу прощения, пациентов и госчиновников, мнения совершенно разные. Мнение за, это удобно. И мы изначально это планировали, что Wi-Fi нужен для того, чтобы хотя бы можно было банально расширить тем самым часы приема, сделав возможность виртуального приема. То есть, особенно это актуально, наверное, для инфекционных больных, которые лежат в одиночестве, и они так могли бы с помощью Wi-Fi, с помощью скайпа или любого средства хотя бы видеть изображение человека. Так вот, выяснилось, что очень многие хотят, а очень многие нет. Некоторые считают, что лучше сейчас этим не заниматься, а заниматься чем-то иным. Хотя, в принципе, программа модернизации здравоохранения, она комплексная. То есть, не только информационная технология, но и капитальный ремонт зданий, это оснащение медицинской техникой, это изменение механизмов оплаты труда. То есть, информатизация один из. Почему-то считают, что информатизацией надо заняться только после того, когда будет город-сад. Ну, на мой взгляд, это, мягко говоря, не совсем правильно. Поэтому, когда окончательно мы получим явный спрос на это, тогда мы будем разворачивать уже дальше. Поэтому пока тестирование продолжаем. Артем Валерьевич, я позволю зачитать несколько вопросов от наших читателей, которые поступали за эфиром. Ольга, интересуется, приведет ли автоматизация процессов к сокращению персонала? Ну, учитывая, что мы наблюдаем, как мы с вами сейчас сказали о том, что у нас наблюдается нехватка, у нас очереди в поликлинике, очереди связаны, как правило, с перезагруженностью тех или иных врачей. Поэтому нет, не должно привести. Она должна привести только к повышению качества обслуживания. Еще один вопрос от читателей. Он спрашивает, какова гарантия, что не будет сбоев? Да, мы все-таки говорим о технике. Вещь такая. Хороший вопрос, какова гарантия. Ну, скорее, сбои, скорее всего, будут. Это все равно, это суровая правда жизни. Ну, все рано или поздно иногда. Что делается, чтобы минимизировать? Минимизировать, нужно понимать, что несмотря на то, что мы действительно максимально полностью информатизируем поликлиники, больницы, пока речь идет в этом году о поликлиническом комплексе, в первую очередь удар на них, а потом уже о больницах, значит, все равно остается второй бумажный регламент. То есть, если вдруг что-то происходит с каналами связи или с БАИД-программа, существует, заранее, был ранее утвержден, как работать в абсолютно бумажном режиме без компьютера и без связи. То есть, традиционным способом ее никто не отменял. Бумажная карта, исполнение от руки, передача от врачу к врачу. Бумажный талон необходим, если вдруг необходим. Поэтому, в принципе, резервный план есть всегда. И он запускается. Артем Валерьевич, на нашем сайте поступали самые разные вопросы. И поступали не только вопросы, но и предложения. Вот у меня к вам вопрос. Могут ли люди куда-то их направить? Потому что, насколько я знаю, раньше у вас на сайте можно было направить предложение относительно программы информационного ворота. Сейчас работает это связь или нет? Нет, ну, на самом деле, на сайте департамента всегда можно. Там есть механизм обратной связи, можно отправить e-mail, как минимум. И дать себе предложение, поэтому всегда принимается. Опять же, вы в одном из своих интервью говорили, что то, как идет процесс, да, вот эта программа, вся информация должна быть открыта. Вот как я могу, опять же, узнать об этой программе? Понятно? Журналисты, мы все в курсе о том, как все внедряется. О программе какой? Информационный город? Информационный город, да. Ну, в данном случае... Отследить какие-то моменты, которые мне могут быть интересны, как потребители. Хороший вопрос. Дело в том, что, действительно, мы планируем через средства массовой информации, собственно говоря, и отчитываться о том, как ежеквартально, о том, как происходит работа по информационному городу. Дело в том, что информационный город фактически стартовал программой с 2012 года. То есть она чуть больше месяца отработала. Для этого надо хотя бы... Мы даже к объявлению конкурсов еще не приступили. Поэтому пока еще результатов особых нет, но тем не менее стоит система ежеквартального отчета, в том числе и на нашем сайте, где мы будем выкладывать аналитические отчеты по всем проектам информационного города. Спасибо вам огромное. Друзья, я обращаюсь к вам. Уважаемые коллеги журналисты, пожалуйста, у вас есть вопросы? Пока, видимо, стесняйтесь. Тогда мне хотелось бы еще, Артем Валерьевич, уточнить у вас по программе информационный город. Я понимаю, что, опять же, такой достаточно объемный. Наверняка это предполагает ответ. В каких еще направлениях будут информационные технологии, куда они будут проникать? Они будут проникать. Помимо здравоохранения, что есть? Да, по миру образования. Ну, самый большой сегмент программы – это вообще социальный блок. То есть это все, что касается образования, это все, что касается социальной политики. Поэтому мы проникаем на все социальные объекты. Школы, детские сады, институты. Много проникновения в коммунальное хозяйство. То есть это качество уборки дорог, улиц, дворов, содержание, вывоз мусора. Ну, то есть весь коммунальный сектор там. Следующий сегмент большой – это все, что связано со строительством. Имущно-земельный комплекс. Ну, то есть в настоящий момент информационный город – это программа, которая сочетала в себе все расходы и все активности с точки зрения информатизации в городе. Поэтому каждый сегмент охвачен в той или иной степени. Я позволю зачитать вопрос от нашей читательницы. Она спрашивает, Наталья, интересуется, как информатизированные системы будут влиять на улучшение криминогенной обстановки? Видимо, предполагается, будет ли какое-то видеонаблюдение в подъездах, в дымовых территориях? В поликлиниках? Нет, 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 мы сейчас говорим именно о домах обычных. А, просто не послышал, что это в связи со здравоохранением? Нет, это не связано со здравоохранением. Значит, смотрите, с точки зрения видеонаблюдения в городе, оно распространяется на две части. Первое – это безопасность, а второе – это, собственно говоря, управление самим городом. Дело в том, что раньше мы исходили только из того, что нам нужно только для мониторинга за криминогенной обстановкой. Но на самом деле мы понимаем, что мы смотрим на город, и мы можем дать нашим коммунальным службам возможность мониторить весь город. Представьте себе, когда это тысяча квадратных километров, условно говоря, площади, и вам нужно ее рассматривать. Это огромная армия чиновников нужно, чтобы смотреть, как происходит работа. А тут город открывается перед вами, вы можете мониторить, как подрядчики вывозят мусор, как убирают снег, не выходя из здания, делает оперативно, и оперативно реагируя, имея доказательную базу о том, что, ребята, вы знаете, вы улицу не убрали. Или вы двор не… вот у вас есть госконтракт, вот по нему написано. Вот я вот сейчас смотрю на экран и вижу, что цветочки не посажены. И сказать уже нечего, потому что это в режиме онлайн. Потому что даже фотосъемка не всегда помогала, потому что подрядчик говорил, ну, вы знаете, это вы сфотографировали поздно, буквально через два часа после вашей фотографии я уже вот их посадил. Когда есть возможность это мониторить каждую секунду, это немножко иная ситуация. Так вот, если возвращаясь к безопасности, да, мы считаем, что это позволит значительно сократить уровень преступности в городе и вообще каких-либо правонарушений, потому что по двум причинам. Первое – это превентивная мера. Вы не пойдете на то или иное правонарушение, если вы видите, что вас зафиксируют, и к вам придутся вопросы. Поэтому вы десять раз подумайте, делать ли это. Второе – соответственно, это инструмент быстрого реагирования. То есть, если происходит нестандартная ситуация, смогут оперативнее отреагировать соответствующие службы силовые. Ну и третье – это доказательная база о том, что то или оно и произошло, и быстрее раскрываемость. Могу ли я еще все-таки уточняющий такой вопрос задать относительно программы «Информационный город»? Скажи, так что в приоритете, какие именно направления? Жители. Повышение качества жизни с помощью информационных технологий. Это звучит громко, но на самом деле… Это очень громко звучит. Нет, ну реально, на самом деле, давайте посмотрим. То есть, хорошо, я родитель, я хочу, чтобы знать, как учился мой ребенок в школе. Я хочу, приходя домой, заранее быть подготовленным, идти его как бы успокаивать, потому что он эту контрольную написал на три с минусом, об этом вам пришла смс, вы знаете, что надо его подбодрить, что он готовился, старался, но не удалось, иногда бывает. Или наоборот, он там получил пять, ты покупаешь ему подарок, ему уже приятно, потому что у него складывается ощущение, что ты уже с ним был, несмотря на то, что ты провел там 14 часов на работе, но ты уже приходишь, ты уже понимаешь, в каком состоянии он, и ты тем самым уже заботишься, проявляешься о нем даботы. Или ты знаешь, что нужно… бывает обычно неприятной неожиданностью, когда ты там в пятницу вечером понимаешь, что завтра на урок ребенку нужно принести какую-нибудь аппликацию, для этого надо купить там картон формата А4, толстые листы. Если ты можешь сойти и посмотреть, что задали ребенку, и что нужно принести с собой, ты к этому уже морально готов, ты в 12 ночи не мотаешься по городу в поисках той или иной вещи, которая нужна. Это информационная технология. По врачу мы тоже с вами говорили. Я пытаюсь подытожить просто вот сферы именно, то есть здравоохранение, образование. Везде, еще раз говорю, вот постарайтесь себе представить… Не хотите вы? Нет, их нет, еще раз. Вот, нет приоритетов, вот это… Вот это неправильно, что значит нет приоритетов. Они есть, просто в каждой степени, в каждом сегменте они больше или меньше. То есть, поймите, в среднем в год это порядка 300 проектов реализуются в рамках информационного города. Все они носят соответствующие приоритеты. Да, их первый, второй, третий, четвертый так не существует. В каждой области есть в образовании там. Вот эти два проекта являются наиболее приоритетным. Остальные восемь, чуть менее, потому что они привязаны с той программой, которая есть высокоще колены с точки зрения модернизации московского образования. Значит, то же самое в здравии. Значит, сейчас важны поликлиники и больницы и много-много другое. Но сейчас первым приоритетом является пока поликлиники, и больницы на втором этапе. Поэтому все отрасли одинаковы, но внутри ней каждый есть более или менее приоритетный проект. Спасибо вам огромное. Друзья, я еще раз к вам обращаюсь. Вопросы у вас появились? Нет. Артем Валерьевич, мне бы хотелось тогда поблагодарить вас еще раз, что вы к нам пришли. Спасибо. Пожалуйста, могли бы вы обратиться к нашим читателям и пожелать им что-то вот. Вот это камера. Хорошо. На самом деле, я, наверное, благодарен вам за то, что пригласили. А с точки зрения читателей, я могу сказать, что, наверное, самое главное, кто владеет информацией, тот владеет миром. Я считаю, что важно, наверное, развивать этот информационный город и больше читать, узнавать. И в первую очередь с помощью средств массовой информации. Поэтому, наверное, больше читать, больше узнавать. Спасибо вам. Спасибо, друзья, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok